Мы подошли к важным стихам этой главы. Стихи 13 и 14. Это знамение для дома Давидова. Поэтому здесь вы поймете, почему даже два пророчества, находящиеся друг с другом. В 13 стихе Исаия обращается не только к Ахазу, как к одному человеку. И обращается ко всему дому Давидову. Откуда я это знаю? Из-за такого факта. Что в английском языке нет разночения между ты, как один человек, и ты, как много человек. Но в русском языке, я не знаю, такое ли, но такие есть. У нас тут множественное число. И прочтем, что здесь сказано. В английском происходит перемена с единственного числа в 11 стихе, в 16 и в 17. И множественное число в 13 и в 14 стихах. Поэтому знамение здесь не только для Ахаза, но для всего дома Давидова. И очень ясно, где множественное число, где единственное число. Я это хочу объяснить вам. И прочитаю, посмотрим, как с вашим переводом. Глава Ефрема Самария, глава Самария, глава Самарии, сын Ремалиин. На иврите потом идет, если вы не верите, но на иврите там, если ты не веришь. Если ты не веришь, в единственном числе, тогда ты не будешь долго существовать. Это в 9 стихе. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Иса, слушайте дом Давидов. Разве мало для вас множительное число? Затруднять людей, что вы множительное число хотите затруднять и Бога моего. И так Сам Господь даст вам знамение. Знамение. Дева в очреве примет и родит сына. И нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет, разумеете, отвергать худое и избирать доброе. И прежде нежели этот младенец будет, разумеете, отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя, единственное число, на народ твой, и на дом отца твоего. Такие дни, какие не приходились со времени от падения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского. Окей, если вы это поняли и посмотрите, где он согласен и где он не согласен. Это все же. Окей. Окей, в 14 стихе Получается, слово переводится как «се», а в оригинале это слово, которое может говорить, указывать на события в прошлом, или в настоящем, или в будущем. Если грамматику посмотреть, всякий раз, когда используется это слово «се» на иврите, с настоящим временем, это всегда говорится о будущем, событиях в будущем, как и в этом ситуации. Это рождение не только находится в будущем, но и само зачатие тоже еще в будущем. Это не говорит о беременной женщине, которая вот-вот должна родить. И как мы говорили, что в этом тексте, в частности, сказано о Деве. В соответствии с правилами грамматики ивритов, когда есть определенный артикль, используется. То нужно искать ссылку, нужно искать ссылку в непосредственно предыдущем контексте. И если мы помним эту историю, начиная с первого стиха этой главы, там не было никакой женщины, никакого упоминания какой-то женщины. Поэтому, having failed with the immediate context, the second rule is the principle of previous reference. But you give example. Sorry? Will you give example? We're coming, yes. Получается, там женщины никакого нет, поэтому нужно использовать правила предыдущего контекста. Okay? So, what I'm saying here is, that if one rule doesn't apply, then another one comes into action. Можно сказать, если одно правило неприменимо, тогда входит в действие следующее правило. And in this case, it's that principle of previous reference. В этом случае это принцип предыдущей ссылки. That means something which has been dealt with much earlier and it's common knowledge among the Jewish people. Okay. Where in Jewish scripture or tradition is there any concept of the virgin giving birth to a son? The only possible reference is Genesis 3.15. Единственная возможная ссылка – это Бытие 3.15. Okay? So, the problem with this is that we don't take the trouble to understand what is necessary to understand the text. We don't take the trouble to understand what is necessary to understand the text. Okay, let's try it again. We're talking about this principle of previous reference. То, что мы говорим в этом принципе о предыдущей ссылке. Now, we read the scripture Мы читаем Писание and we don't take into account and we don't take into account and we don't take into account how the thinking was in that time in that time. The Jewish, if you like, the Jewish mindset. Можно сказать, еврейский образ мыслей того времени. So, what I'm saying here is that we would never think of going back to Genesis 3.15 to find out what it is. What Isaiah 7 is talking about. Yet, that is the way that they would have understood it. Yeah? So, it was something which was dealt with much earlier and was also well-known. Это то, что уже началось с самого начала или очень давно и об этом многие знали, все знали. So, like I'm saying, there had to be a reference to a woman a virgin giving birth and the only reference you will find previously in scripture is in Genesis 3.15 И единственную ссылку можно найти только в Бытие 3.15 where contrary to the biblical norm the Messiah would be reckoned after the seed of a woman. Где в противоречии ко всем библейским нормам Мессия будет считаться семенем жены, женщины. Have you been able to follow me in the thinking? Понимаете меня, следите за тем, что я говорю. It's important, that's why I want you to understand it. Поэтому я хочу, чтобы вы это поняли. Okay. Why? Because he would have no human father. His would be a virgin conception and birth. the key point of this should not be missed. God is promising the house of David is promising that the house of David cannot be deposed or lose its identity until the birth of a virgin-born son. of a virgin-born son. Again, this requires that Messiah be born prior to the destruction of the temple and its genealogical records in 70 AD. И снова, другими словами, как рождение Мессии должно было быть до разрушения храма и уничтожения всех документов Израиля. We will keep coming back to this date of 70 AD because it's the break point. нашей эры потому что это переломный момент был. This was a sign to the house of David. Это было знамение для дома Давидова. Okay? That's one part. Это одна часть. Then you have the sign to Ahaz. Затем следующее знамение знамение для Ахаза. And that's chapter 7 verses 15 to 17. В 15-17 стихах 7 главы. I'm asking you to keep looking at the text because it will help you to follow. to follow. Okay? Having concluded that Isaiah 7-12-14 is a long range prophecy concerning the birth of Messiah that still leaves us with a problem. What about Ahaz? An event 700 years in the future is of little significance to him. And for him вообще мало значения представляет события, которые произойдут через 700 лет от его жизни. God said here God said he would give a sign to the house of David and to the house of Ahaz or to Ahaz or to Ahaz. Or to Ahaz. Or to Ahaz. Or to Ahaz. Yeah? So there needs to be two things. Now we've just looked at the one to the house of David which is a future issue. But God said he would give a sign to Ahaz as well. And that meant it had to take place very soon. The second sign then we find in verse 15-17 and this time it is specifically for Ahaz. as we just saw the U in verse 16 is singular. Therefore meaning Ahaz. Now you remember that I told you that in the beginning God instructed Isaiah to take his son. And in the beginning I said that God said to Isai to take his son to take Why did God do that? Here comes the reason for that. Here comes the reason the kings of Israel and Syria will be disposed and their threat removed. Okay, let's just take a look at that again. It's 15 to 17 and now I have to go back to let me do it this way it's quick. Should I read? 15 and 17 Moses no wait a minute yeah read it go ahead Okay, we have to see very clearly that there is a break between verses 14 and 15 that Isaiah is now referring to something else and I can imagine that when he's doing this that Isaiah turns to his son and says to Ahaz before by the time he knows enough to refuse evil and good yes before the child knows enough to refuse evil and choose good in verse 16 the land whose two kings you dread will be left abandoned so that is the word that is the sign for Isaiah this was fulfilled within three years it's okay if you want to check the history you can if you want to check the history you can this time this time there is another boy being mentioned in the context it is Isaiah's son the boy of verse 16 cannot be the son of verse 14 but refers back to Isaiah's son which we saw in verse 3 this is the reason that God commanded him to take his son with him again if we think about it it was in the very beginning it was really strange why would he ask him to take his son when God asks something he always has a reason okay do we see that now? okay let's make just a summary of Isaiah 1 Isaiah 7 1 to 17 in Isaiah 7 king Ahaz the king of Yudah is under threat of attack the threat is not just personal it is also for the whole house of David through the prophet Isaiah God tells king Ahaz to be at peace and not afraid two reasons are given two signs which guarantee God's promise of security the first sign verses 13 and 14 is that no attempt to destroy the house of David will succeed until that birth of a virgin born son as we said the term virgin is very clear the second sign in verse 15 and 16 is given to Ahaz personally God promises them that the attack upon him by Israel and Syria will not succeed and before Isaiah's son and before Isaiah's son and before Isaiah's son Shear Asho reaches an age of moral maturity and two enemy kings will cease to exist and if we look at history we see that that happened in the space of three years Messiah will be born of a girl who is still a virgin Messiah will be God-man Messiah will be God-man Messiah will be king Messiah must be born prior to the destruction of the temple in the Messiah Now we move on to Isaiah 8 verses 9 and 10 the promise of Emmanuel As I said already there are three references to Emmanuel This is the second one Okay, let's read You may make an uproar peoples but you will be scattered Shattered, sorry Listen, all of you from distant lands Arm yourselves but you will be shattered Yes, arm yourselves but you will be shattered Shattered here it says Arm yourself but be afraid not be scared Okay We'll come to that Devise a plan but it will come to nothing Say anything you like but it won't happen Because God is with us Okay A better reading of that last part would be It will not stand because of Emmanuel As we said Chapter 7 of Isaiah describes King Haz under the threat of attack And against the house of David When God made his covenant with David He promised him an eternal dynasty As we've already seen about the sign in chapter 7 And nothing else can happen until that takes place What we see here is exactly a reaffirmation The real impact of these two verses is actually lost in the English translation I'm not sure about the Russian Basically because of the non-use of the proper name Emmanuel Although Emmanuel means God with us It is quite wrong to translate it as such in verse 10 It is the same word as in chapter 7 14 And in Isaiah 8.8 And therefore should be translated as a name As a personal name It is the name Emmanuel The name that God gives to his son Okay So what it is saying here Attack if you want But you will be defeated because of Emmanuel God is here by promising to preserve the security and identity of the house of David Okay So that is just a reaffirmation of what we've just looked at Okay But it's good to see that it's not in just in one place And Scripture makes another mention of it And there is another mention of it Okay Now we move on then to Isaiah 9 And to us a son is given Isaiah 9 6 to 7 For a child is born and to us a son is given Dominion will rest on his shoulders and he will be given the name Pelé-Lyo-Etsil El-Gibor Avid-Ad Sha-Shalom Shal-Shalom 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 И в царстве его, чтобы ему отвердить его и укрепить его судом и правдой. От ныне и до века. Ревность Господа Саввафаса делает это. Да. It can be, I'm not sure how the, in English the numbering is different actually from the verses, but I'm not sure in the Russian Bible whether it's the case. 6-7. 6-7. In the Hebrew it's 6 and 7, yeah. Okay. As we said earlier, chapters 7 to 12 of Isaiah comprise the fifth major section of the book. And it can be considered as a single unit. The book of Emmanuel. Okay. The two verses that we're discussing now deals specifically with Messiah's origin. В частности, говорят о происхождении Мессии. о его человеческом происхождении Божественном. Okay. First of all, the human origin. It's chapter 9, the beginning of verse 6. 9-6. It emphasizes the humanity of Messiah. There's an accent on the Messiah as a man. Isaiah sees a son. Isaiah sees a son. Given by God. And being born into the human world. And being born into the human world. And being born into the human world. In the Tanakh, it emphasizes a unique gift of God. In the Tanakh, it emphasizes a unique gift of God. This is the same son as in Psalm 2. This is the same son as in Psalm 2. Which we will look at later. Okay. His divine origin. О его Божественном происхождении говорится. That's in 9-6. The end of verse 6. This son is given four names. Each having two parts. Each of these names is applicable to God. Three of them exclusively. Okay. Number one. Wonderful counselor. Yeah? In some translation, a comma is placed between these two words. There are some words in Hebrew, which are used only on the word. of God and never of men. И некоторые слова в иврите используются только применительно к Богу, описанию Бога, и никак не к человеку. One example is barah, meaning to create. Один из примеров этому, это barah, означает творить. This is used only of God and what God does. И говорится только в отношении Бога, и что делает Бог. It's never used of what man does. И никогда не сказано о том, что человек сделал, или делает. Another word, like this, is that word pelé, rendered here in English as wonderful. Это в английском перевели как чудный. Wonderful may be freely used of many things. Слово чудный можно сказать по отношению ко многим вещам. Но на излите это эксклюзивно Божье, то, что говорит о Боге, или о божественном. Okay, then you have number two. Then you have number two. El Gibor. El Gibor. Mighty God. Mighty God. Okay, obviously never used of mere man. Очевидно, что это не сказано о простом человеке. The third one. Третье имя. Aviad. Aviad. Literally father of eternity. Otec вечности. The son who is to be born will be the father of eternity. Сын, который должен родиться, будет отцом вечности. Meaning that he is the source of eternal life. Либо же он источник вечной жизни. Yeah? Clearly this is to be no mere man. Конечно, ясно, видно, это не простой человек. Number four. Четвертое имя. Prince of Peace, Sa-Shalom. Князь мира. Azar, Shalom. This is only one of the four names which can be used of man and God. Это единственное имя из четырех, которое также можно применить и к людям. Okay. Furthermore, these four names are all used elsewhere in the book of Isaiah. Более того, эти имя используются и в других местах в книге Исаии. And in each case, they are used of God, never of man. и никогда не говорят о человеке. I'll give you some examples. Wonderful counselor. This can be found in Isaiah 25.1. Это мы можем найти Исаия 25.1. I will praise your name, for you have done wonderful things, even councils of old. Привознесу тебя, восхвалю имя твое, ибо ты совершил дивное, либо чудное. Тоже слово. Исаия 28.2.9. Это происходит от Господа Саваофа. Дивная судьба его, велика премудность его, чудная судьба его. В обеих случаях в контексте посмотреть. Это ясно сказано о Боге, четко говорится о Боге. Второе имя, Бог крепкий. Это имя есть 10.21, где сказано к Богу сильному. Многие либеральные теологи протестуют против такой концепции, как Мессия и Бог человек. Бог и человек. Когда они переводят такие стихи, как 6 стих 9 главы, they are forced to interfere with the text in order to justify their own presuppositions. Interfere, what do they do? Interfere, to change it, to do something. Смысл, изменяют слова. Okay. Now, primarily I talk here about the English translations. So I don't know how much it refers to any Russian translation. Поэтому я не знаю, насколько это соответствует русским переводам. Но для вас, о многоговорящих, это тоже будет хорошо знать. The Newish English Bible, for instance, вся эта фраза вообще нету ее в тексте на иврите. И они вставили эту фразу для того, чтобы этот стих звучал таким образом. In battle, he will be God-like. Это, it's 10, 10, 29. 9, 6. А, 9, 6. А, что, как они перевели, 9, 6. Бог крепкий. Они говорят, что в битве он будет как Бог. Okay, that is completely different. Это абсолютно другое значение. Это неправдоподобный перевод. Невозможный перевод. В иврите, только два слова есть. El Gibor. Что значит Бог крепкий. Или Бог всемогущий. И если такие же слова появляются в Исаии 10, 21, the new English Bible then translates them correctly as mighty God. So clearly there's no integrity in the translation. Now I could give you other examples, but it's not really necessary. Okay? But it's to understand that when I refer to things, I'm referring back to the Hebrew text. И чтобы понять все, я всегда ссылаюсь на оригинал, а не на переводы. There are too many problems. There are too many problems. Number three, eternal father. We can compare this with Isaiah 63, 16. The second part. We can compare this with Isaiah 63, 16. Adonai, our father, our redeemer of old is your name. 63, 16. 63, 16. The end of verse 16. 63, 16. Только ты, Отец наш. Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. The same words are used in Isaiah 9, 6 as a proper name. But as we look at them here in this sentence, they are clearly used of God. 9, 6. No. 63, 16. И 63, 16. Это контекст этого стиха. Только о Боге. Только Бог. I'm flipping backwards and forwards. we have Isaiah 63, 16. Вот эти два отрывка у нас. 63, 16. Talking about the Hebrew word for eternal father. Там на иврите сказано Отец Вечности. It is obvious here from 63, 16. И в 63, 16 точно видно, что здесь говорится о Боге. So we can assume that in Isaiah 9, 6. И также мы можем сделать вывод, что в Isaiah 9, 6 где используется как имя личное, что это тоже говорится о Боге. Okay? You with me here? 4. Prince of Peace. Isaiah 26, 3 says Steadfast of mind you will keep in perfect peace. Tвердого духом ты хранишь в совершенном мире. In this verse the object and subject of the sentence is God himself. В этом стихе можно сказать предмет этого предложения подвижащего это Бог. I'm taking part of the verse and we have to then see it in context. So it says in Isaiah 26, 3 the steadfast mind you will keep in perfect peace. Isaiah 26, 3 там сказано он хранит человека совершенно твердым духом хранит в совершенном мире. But as we look in context it's clear that the object and the subject of the sentence is God himself. So he's keeping himself in perfect peace. No, it's talking about God. It's talking about what he does. object and subject. Yeah. The object is What is object? The person and the subject is peace. I see. Okay. The steadfast of mind the person you will keep in perfect peace. Okay. You with me? Somewhere. It's different actually. Okay. You is subject and object is different. Okay. Grammar is different. We're talking about the Hebrew text. Okay. Also in Isaiah 26, 12 the work of peace is attributed to God. Дело мира либо тот, кто дарует мир это Бог. Okay. There it says Lord you will establish peace for us. Господи ты даруешь нам мир. Исайя 26, 12 as I've already said the fourth name prince of peace is sometimes used of men in the Hebrew text but if we limit our attention to the book of Isaiah but if we only to the book is the work of peace is the work of God only. Then the work of peace is the work of God only. So in this case we're only looking at what is how Isaiah refers this. And in this case we only see what Isaiah says. How Isaiah it описывает. Okay. Now if we look at 9, 7 to 9, verse 7 as I said 9, 6 presents us with a being who is both God and man. Как я сказал в 6 стихе мы видим описание того, кто является и Богом и человеком. 9, 7 shows us that this person is the Messiah of Israel. А в 7 стихе показано, что он является мессией Израиля. He is to sit upon the throne of David. И что он восседает на престоле Давида. Verse 7 is a reaffirmation of the Divinic Covenant. Which, as I said, we will cover later. In that covenant God promised four things. An eternal house or dynasty. Number two an eternal kingdom. Number three an eternal throne. Третье вечный престол. Number four an eternal son. И четыре вечные сыны. Isaiah 9, 7 further confirms that David's house, kingdom and throne will be maintained eternally by the everlasting son. available to us. In 7-7 стихе 9-9 в это только подтверждение, что дом David, царство David будет вечно сохранено Вечным Сыном или Отцом Сыном Вечности. Okay. We got that. Это понятно? I think it's about time we took a break, isn't it? 10 минут. 10 минут. Хорошо. Мы продолжим немного. Здесь. Надо посмотреть. 10, 9. Хорошо. И мы должны идти сюда. И идти в Изайя 11. Одиннадцатая глава. Один и два. Говорится об отрасли корня Иесеева. Иесея. Произойдет отрасль от корня Иесеева, ветвь произойдет от корня его. Почет на нем Дух Господень, Дух премудрости, разума, Дух совета и крепости, Дух ведения, благочестия и страхом Господнем исполнится. В первом стихе акцент идет на происхождение Мессии как низшее происхождение. С низов. Получается, мы образ видим срубленного дерева и остался только пень. Остается только пень. И вырастает ветвь от земли от корня. Более. 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 Что-то, что легко надо ломить. Но в конце эта ветвь принесет плоды. Интересно, что этот пророк не использует имя Давид. Но использует имя Отца Давида. Иисхай. Обычно ассоциация Давида идет с царством. С царством, царствованием, с богатством. Однако не следует забывать, что в молодости своей, живя в доме своего отца Иисея, Давид был бедным пастухом. Пастушком. Так он начинал. И во время на Давида, в его жизни, дом Иисея, его отца, он поднялся из бедности или бедного дома, бедной семьи Вифлеема. Для того, чтобы перенять царство, поменяли, и престол. Он пришел из этой бедной семьи Вифлееме до тех пор, пока Давид не достиг возраста царя, не стал царем, богатым царем. И у него было все необходимое. В том числе и так называемая бутылка с горячей водой. Ну, это в плане девица Молдая. И хотя Мессия будет потомком Давида, То есть Мессия не придет, пока дом Давида, семья Давида, не станет такой же, какой она была до того, как Давид воцарился. Ну, в одни Иисея. Простая бедная семья. Это понятно? Он произойдет от корня Иисеева. Почему этими словами начался стих? Вот если от корня Иисеева произойдет. Это означает, что что-то произошло. Как я сказал, дерево было срублено. Так же самое, как царство в какой-то момент завершилось. И дом Давида возвратился к тому состоянию, в котором находился раньше, в начале. Иисеево. Хорошо. Я просто хочу вернуться к тому, где я был. Хорошо. Он не появится, пока что Дэвид был снова разрушен, до того, как это было в дни Иисея. Поэтому, даже исходя из этого, его происхождение от корня Иисеева, это фокус на низшем происхождении Мессии, либо происхождении его в низших слоях общества. И концентрация на низших слоях, а не на его величестве, на его величественности во время второго пришествия. От корня Иисеева произойдет ветвь, произойдет ветвь и произойдет плод. В конечном итоге ветвь вырастет, и это будет дерево. И в втором стихе сказано, что у этой личности будет четыре, семь качеств Божества, Духа Святого. Я знаю, что это поздно, может быть, мы можем просто раздражаться здесь, и потом продолжать, потому что я бы хотел, чтобы вы улыбались.